Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Благослови, Душа моя, Господи. Благослови, Душа моя, Господи. Сейчас давайте раскроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. Поутру же, возвращаясь в город, Иисус взалкал. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Иисус же сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано, со смоковницей, но если и горейся, скажете, поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Вот такие евангельские строки мы с вами слышим. Господь идет в Иерусалим. Последние дни его земной жизни. И вот он продолжает являть примеры ученикам своим, мучает их, и их учит, и нас всех учит, важнейшим вещам. Вот это ситуация с смоковницей. Состоятельство и так толкует то место, говоря, что смоковница собой символизировала вообще иудейскую церковь, иудейский народ, который издали казался полон жизни, покрытый листьями заповедей, богослужения, жертвоприношения. Вообще жизнь религиозная, полное осознание народа о самом себе было такой величайшей историей. Все это было. Но когда пришел Бог к народу своему и желал видеть плоды всего этого, то плодов не нашел. А вот и тогда мы видим, что иссыхает вот это богоизбранничество народа иудейского. Но также можно сказать, что пример смоковницы, он касается любого человека. Всякий человек рождается на свет с единственной целью, для того, чтобы в итоге соединиться с Богом, стать святым, ни больше, ни меньше. Господь желает совершенства от нас, то, что сам совершен есть. И всякому человеку в этой жизни дается возможность. В той или иной степени. Возможность богопознания. Да и особенно этой многовозможности дается как раз людям, нам с вами, христианам. Господь открывает нам самого себя. И от каждого из нас он желает видеть плоды. Плоды веры, плоды как раз такого избранничества. А что это за такие плоды? А вот апостол Павел говорил, что плоды Духа Святого. Это крутость, воздержание, милосердие, вера, незлобие, любовь. Ну вот все вот это можно перечислять. Это Господь желает видеть в нас. Не обрядовое исполнение чего-то, не какой-то лишь внешний вид. Нет. Внутреннее состояние, обновленное. Вот что желает Бог. А почему? Потому что все это необходимо человеку. Не Богу это надо, это нам нужно. То, что без вот этих плодов, без вот этого правильного внутреннего состояния человек не может с Богом быть в единении. Вот в чем сама суть. Вот в чем смысл общихристианства и заповедей Божьих. Не Бог ставит условия, что ты живи вот так-то, так-то, так-то. Потому что мне это нравится. А это не делать то, что мне не нравится. Нет. Да, будешь делать тебе награду, потом делать не будешь, получишь. Вечный муки. Нет. Человек поменяться должен. Ты должен другим. В этом весь смысл, в этом вообще вся соль всего. Изменение, перемена, внутреннее покаяние, перемена ума с начала. О, вернуть в сердце нужно. Но вернемся к тексту. Вот Господь сказал, не будет же впредь от тебя плодов во век. Смоковница засохла. Ну, евангелисты здесь один говорят, что тотчас засохла. Кто-то увидел, что там позже, там на следующий день засохла. Ну, не суть. Факт есть факт. Суд произошел. Что еще, кстати, здесь отцы объясняют, говорят о том, что Господь очень много являл себя милующим, всепрощающим. Но вот такое бывает, что люди, когда видят вот одно милость и снисхождение, делают совершенно неправильный вывод. Решают, что, ну, мол, этот человек слабый. Вот он всех прощает. Соответственно, можно им помыкать как-то. А здесь вот Господь, кстати, показывает себя как судья, как господин всего. Показывает, что он может не только милость, он может и наказывать. Наказывает даже не в плане, куда урок преподносить. А вот именно вот такой вот результат будет. Не будет плодов во век, и смоковница засохла. Страшно, страшно. Время суда здесь нам показывается. Увидев это, ученики удивились. Говорили, как это то, что засохла смоковница. Ну, здесь они, что ж, видят, опять же, чудо, видят события, видят, что Слову Христа подчиняется все. Как это все быстро происходит. Каждый раз, сталкиваясь с чудесами, видимо, они удивляются. Ну, их можно понять. Как можно привыкнуть к чудесам Божьим. Как можно привыкнуть к явлениям Бога. Особенно, когда твое сердце горит любовью к Нему. Это вот книжники с фарисеями ненавидели Христа, так они чудес не замечали. Или пытались себя обмануть. В первую очередь, говоря, что никаких чудес нет. Все это обман. Он всех обманывает. Ну, что здесь скажешь. Себя они таким образом уродовали все больше, больше и больше. Но тут ученики удивляются. Господь им говорит, истинно говорю вам. Если будете иметь веру, и не усомнитесь. Не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если скажете, и горесь ей, поднимись и вернись в море, будет. Говорится о молитве, говорится о вере. Вера явления. Явление присуще вообще любому человеку. Без веры человек жить не может. Вера – это одна из функций человеческого ума. Одно из свойств человеческого ума. Не рассудка, но ума. При помощи веры мы можем планировать жизнь свою. При помощи веры мы можем заглядывать в будущее, в прошлое, памятью своей. Ну, вот это все именно к этому. При помощи веры мы вообще общаемся друг с другом. И благодаря вере на самом деле человек может стремиться к невидимому и пока еще для человека неизведанному Богу. Но не только лишь о таком свойстве человеческого ума идет речь. Вера может быть живой, а может быть мертвой. А мертвой говорил Господь, что бесы веруют и трепещут. То есть просто холодно-рассудочное знание о существовании Бога ничего человеку не даст. А вот здесь вера живая. Вера живая – это и есть единение Духа человека с Духом Божиим. Это присутствие благодати Божией в человеческом сердце. Когда Бог незримо пребывает там, но ощутимо для подвижника. И вот тогда как раз человек может, пребывая в этом союзе с Богом, он действительно исполняется удивительной силой и власти. Когда человек научился волю свою починить воле Божией, когда человек очистил с Божьей помощью сердце свое от страсти, от греха, когда он выздоровел от этой смертельной болезни греховной, когда он стал в нормальном состоянии, действительно для него уже нет ничего невозможного. Почему? Потому что то, чего хочет он, того желает Бог. И наоборот, то, чего желает Бог, того желает человек. Смоковница, горы – это какая разница? Кто-то может дать вопрос, ну и где? Где примеры того, чтобы горы двигали святые, еще что-то? Ответ очень простой – а зачем? Для чего? Ну какая нужда в этом? Ну какая нужда горы двигать? Ведь, знаете, это можно здесь такой пример привести. Ну вот, скажем, человек вот дорос до 45 лет, например. Возьмет ли он фломастеры и начнет ли раскрашивать дома стены, обои? Подобно ребенку двухлетнему. Ну, наверное, нет. Почему? Не потому, что он не может это сделать, потому что ему это не надо. Ну не надо, ему это неинтересно. Ну что такое? Ну какой-то детский лепет, какое-то ребячество. Зачем вот что-то там марать или что-то там-то очищать. Точно так же вот и в святости. Ну зачем горы двигать? Ну зачем? Ну это уже неинтересно просто-напросто. Человек, который узнал Бога, в этот же момент он навременно узнает, что мир не имеет вообще никакой ценности. Мир – это вообще пыль, тлен, тень. Что-то очень быстро приходящее. Что-то вот настолько все вот оно вот… Все ведь это вообще исчезнет, рано или поздно. Все сгорит, новое явится. И вот человек в Боге это очень четко понимает. Он же не цепляется за вот эти какие-то вещи. Ну воля Божьей будет, ну и горы пододвинутся. Ну а так-то оно зачем, для чего? Не в этом дело. А так чего не попросите в молитве Господь? Говорит, с верой получите. Потому что просить с верой – это вот это и есть, это единение живое человека с Богом внутри своего сердца. Вот такие евангельские строки мы с вами прочли, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Матфея, глава 21, со 17 по 22 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Благословение Божие да пребудет со всеми нами.